Эти кадры сняла наша съемочная группа несколько дней назад в Казмодемьянске, где полным ходом идет строительство многоквартирного жилого дома. А это уже видео Республиканского Следственного комитета. Та же стройка, на которой 28 ноября произошла трагедия. Упал кран. Крановщик погиб на месте. По данному факту, Горномарийским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Мариел возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 49-летний крановщик из города Чебоксары работал на данном строительном объекте первый день. По уголовному делу изъята документация, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. И это не единственный несчастный случай за неделю. 26 ноября на хлебозаводе в Звениговском районе женщине-пекарю при замесе теста оторвало кисти рук. Двумя днями позже в том же районе мужчина во время охоты застрелил знакомого, приняв его за дикого зверя. Сейчас сотрудники Республиканского Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествий. На что только не решаются люди, когда в их жизни наступает черная полоса. Жительницу Волжска преследовала череда несчастий, и она решила, что на ней порча. Чтобы избавиться от своих проблем, женщина обратилась к экстрасенсу, телефон которого она увидела в телевизионной передаче. Мужчина заверил, что поможет ей и назначил платные сеансы по снятию порчи, по завершению которых пообещал вернуть 20% от потраченных денег. На протяжении трех месяцев женщина еженедельно переводила аферистам деньги за магические ритуалы. В результате доверчивая волжанка перечислила мошенникам 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». С начала осени в Республике Мариел на пожарах, вызванных непотушенными сигаретами, погибли пять человек. К сожалению, все больше и больше возгораний возникают по этой причине. Так, 24 ноября в Казмодемьянске загорелась квартира на третьем этаже Хрущевки. Ранним утром соседи, проснувшись от запаха дыма, который заполнил лестничную клетку, тут же вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы оперативно обнаружили квартиру, в которой начался пожар. Звено газодымозащитной службы вскрыло дверь и попало внутрь. В комнате горел диван и постельные принадлежности. Пожарные подали ствол и за считанные минуты справились с возгоранием. К сожалению, несмотря на минимальную площадь возгорания, около 4 квадратных метров, в соседней комнате было обнаружено тело 63-летнего мужчины. По предполагаемой версии, дезориентированный хозяин квартиры, проснувшись, не смог найти выхода из задымленной квартиры и погиб, отравившись продуктами горения. Еще один серьезный пожар произошел в деревне Чедроял Волжского района. В гараже одного из частных домов загорелась машина, которую сын владельцев оставил прогреваться. Пламя быстро перекинулось на пристрой Сеновал. Пожарным удалось спасти дом и трактор, который находился во втором гараже. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, а ущерб оценивается в сотни тысяч рублей. К дорожным происшествиям. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 15 ДТП, в которых 19 человек получили травмы. 26 ноября на Кокшайском тракте возле Таира в аварии пострадали маленькие дети. Водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, при обгоне ехавшего впереди транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал не только он сам, но и двое его детей 6 и 8 лет. От получения серьезных травм ребятишек уперегло то, что один из них был пристегнут в детском удерживающем устройстве, а другой ремнем безопасности. Утром в понедельник на улице Красноармейская в Ешкар-Але 32-летний водитель Киев вылетел на остановку общественного транспорта, где сбил 13-летнего подростка. Предварительно установлено, что водитель иномарки нарушил скоростной режим и не сумел вовремя сориентироваться, когда заметил перед собой маршрутку, притормозившую на остановке. Чтобы не врезаться в нее, мужчина выкрутил руль вправо и влетел в остановочный комплекс. С травмами подростка увезли в больницу. Еще один безлошадный участник дорожного движения оказался под колесами авто в тот же день. На бульваре Победы 66-летний водитель за рулем Тойоты РАВ-4 сбил женщину на зебре. По предварительным данным, виновник ДТП не заметил ее из-за другой машины, которая припарковалась слишком близко к пешеходному переходу. Пострадавшая женщина получила травмы и была госпитализирована. В итоге оба водителя будут привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Очередной пьяный лихач был задержан сотрудниками ГИБДД на прошлой неделе. В дежурную часть поступила ориентировка на двенашку, водитель которой проходил по уголовному делу о нетрезвом вождении и скрывался. Машину нарушителя отследили по камерам. На его сдержание выдвинулись автопатрули. Сдаваться властям водитель не собирался и попытался удрать от погони. Попутно, проехав несколько раз на красный, через двойную сплошную, поцарапал несколько автомобилей на встречке и чуть не сбил пешехода. В конце концов его удалось задержать. За свои правонарушения мужчине грозит суровое наказание.